всем привет давайте сегодня нарисуем в adobe иллюстраторе простую векторную фигуру не думая не гадая мы рисуем простейший цветок серединку цветка давайте мы сделаем желтенькую ну что будем рассказывать как мы это делаем значит берем инструмент эллипс рисуем круг левой кнопкой мыши щелкаем на желтом и оля наша внутренняя часть стала желтенькой теперь давайте нарисуем лепесточки нашего лист нашего цветочка давайте возьмем инструмент перо наведем на инструмент перо у нас есть подсказка инструмент перо и щелкаем левой кнопкой значит взяли мы инструмент там где мы хотим рисовать наводимся щелкаем левой кнопкой и тянем отпускаем и тянем смотрите видите ниточка у нас появилась тянем щелкнули на точки и вытягиваем куда нам нужно опять отпустили щелкнули . появилась отпустили щелкнули и вытягиваем и вот сюда соединим чтобы нам проще было потом рисовать мы соединим эти две точки последние ну желтая сердцевинкой желтые лепесточек как-то не очень наш красивый цветочек давайте сделаем лепесточек вот таким синим пойдет синим пойдет мы можем дальше продолжать рисовать лепесточки а можем копировать для того чтобы скопировать что мы делаем наводимся стрелочкой на наш лепесточек щелкаем левую кнопку мыши и alt клавиша alt alt щелкнули и потянули скопировали повернули левая кнопка мыши уцепили за край и потянули и и все есть такое дело теперь можем работу упростить берем опять левая кнопка мыши надавили на кнопку и потянули ведь и потянули вниз и бросили левую кнопку у нас выделились два лепесточка нашего цветочка опять на выручку к нам пришла клавиша alt надавили на клавишу alt и потянули стрелочкой вниз вуаля еще два лепесточка появилось левая кнопка мыши надавили зацепили за уголочек и повернули отлично смотрите что получилось просто вуаля так а теперь нам еще один нужный ну все они у нас одинаковые любой давайте возьмем опять что мы делаем наводимся стрелочкой на наш лепесточек который мы хотим так смотрите навелись щелкнули выделился alt и потянули все у нас появился еще один но смотрите это вот он поближе который первый он как-то так лег у нас до рядом но все они у нас на нашей серединке на желтенькая давайте желтенькую серединку наверх поднимем щелкаем левой кнопкой мыши щелк выделили да а а теперь щелкаем правой кнопкой мыши щелк появилось меню вниз опускаемся что нам нужно сделать монтаж переложить на 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 передний план на задний план стоп-стоп-стоп переложить 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 так дубль 2 что мы делаем нам нужно сердцевинку нашу желтенькую поднять наверх для этого наводимся стрелочкой щелкаем выделили начинаем с ней работать правую клавишу щелк появилось меню смотрим вниз монтаж на передний план оля но это смотрите не всегда в иллюстраторе срабатывает поэтому приходится вручную все такое смотрите какая красота у нас получилась да все это давайте теперь нужно научиться то что делает озвучиваешь теперь смотрите я стрелочкой стрелочку вот сюда ставлю левая кнопка мыши и потянула потянула видите какой квадратик я думаю вам видно еще весь захватила цветочек кнопочку левую отбросила назад и он выделился и опять правой кнопкой мыши левую бросили правой надавили и смотрим сгруппировать все теперь они у нас видите мы за один берем за любой или за цвет сердцевинку за что мы берем они у нас не рассыпаются есть такое дело а теперь давайте ему нарисуем наверно листочки или палочку что мы будем рисовать ну давайте нарисуем листочек значит что мы берем нашу стрелочку наводим на инструмент эллипс навели щелкнули левой так стоп стоп выделилась у нас чтобы выделение на левую выделили да с чем мы работать будем левой щелкнули правой щелкнули инструмент эллипс опять левая кнопка навелись и на левую нажали нажали и тянем вниз смотрите появился эллипс какой хотим какой хотим ведь вот какой нам нравится такой мы нарисовали давайте вот такое сделаем отчелкнули бросили щелку нашу кнопочку давайте листочек делаем какого цвета ну вот такого да и что выделение сбросим для этого можно вот сюда нажать на инструмент выделения нажали и на панель щелк все выделение у нас опять нужно же говорить дальше рассказывать что делаю смотрим вот мне хочется здесь работать с ним я что делаю беру на него навожу стрелочкой щелкаю левой кнопкой щелк смотрите выделился опять щелк и держу эту кнопочку утопленной и потянула вот сюда притянула сюда и бросила все отбросила вот он он у нас есть что я хочу здесь сделать здесь у нас масса вариантов но вы мы выберем варим вариант вот такой вот есть у нас кривизна инструмент кривизны навелись щелкнули левой кнопкой вот он у нас видите кривизна и щелкаем вот сюда пить и вот она активная точка синяя что мы ее делаем мы можем ее сюда потянуть сюда потянуть сюда потянуть куда хотим но мы немножко сделаем форму листочка вот смотрите вроде бы по я получился листочек да отлично опять инструмент выделения щелк на панель щелк вот он у нас один листочек как мы можем второй листочек делать вариантов множество давайте сделаем что мы на него наводимся левой кнопкой щелкаем выделяем отпустили левую кнопку и правой кнопкой мыши щелкаем выделили и появилось у нас опять меню что мы сделаем трансформировать а что мы будем делать поворот щелкаем так поворот нам не нужен поворот не нужен щелкаем так зеркальное отражение есть в этом в этой менюшке два зеркальных отражения вот смотрите горизонтальное то есть если мы на эту кнопку надавим он у нас отобразится вверх туда а нам нужно в другую сторону вот и мы сюда вот эта кнопочка у нас активная если мы туда хотим а мы не хотим туда мы хотим туда так и обязательно копировать нам же еще один листочек нужен копировать вот оно его мы можем взять опять на него и навести утопили левую кнопочку надавили и потянули притянули что то не очень да вот так или что то нормально да ну давайте нормально сейчас мы подправим давайте нарисуем теперь палочку опять таки чтобы нарисовать много вариантов мы возьмем вот такой вариант вот у нас есть наводимся инструмент перо навелись щелкнули перо у нас активное и вот здесь мы навелись отсюда же у нас будет стебелек расти навели щелкнули отпустили кнопку и потянули вниз смотрите если мы прямо вот так будем то она будет прямая если мы щелкнем вот так левая кнопка щелкнули застыла у нас точка и мы ее немножко потянули 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 смотрите она у нас изгибистая стала и отбросили но видите у нас ниточка за нами тянется что мы должны сделать на клавише английская чтоб отцепилась на выделение щелкнули на панель щелкнули неактивное но смотрите стебелек на стебелек у нас не похож по какой причине а по той причине что у нас и заливка работала и обводка работала а нам нужна обводка но обводка нужна зеленая поэтому вот здесь что мы берем переключатель здесь опять подсказка у нас есть переключатель обводка обводка заливка щелкаем раз смотрите но нам же не нужен он черный поэтому мы щелкаем сюда левой кнопкой левой кнопкой работаем и что нет не хотим мы цвет вот смотрите видите черный убрался остался зеленый но она тоненькая а почему она тоненькая потому что у нас один пункт а нам нужно потолще что мы делаем мы можем вот здесь щелкнуть и толщину увеличить смотрите вот если на двоечку умножим то есть щелкнем на двоечку на троечку но это долго а мы можем вот сюда если на верхнюю мы щелкаем смотрите увеличивается если на нижнюю будем щелкать уменьшается наш стебелек ну давайте на верхнюю по какой величины вот смотрите ну хватит наверное да 70 или это многовато вот так взяли ну давайте 50 сделали что мы можем с этим стебелечком сделать давайте немножко приблизим и смотрим он у нас такой ровненький а у нас есть вот это написано равномерно смотрите а у нас вот такие они разные ширины толщины и разные профили да ну давайте вот этот возьмем вот такой да пойдет толстенький толстенький ну давайте щелкнем попробуем другом вот такой вот такой давайте лучше получился смотрим он у нас что делает он у нас лежит на ли на цветочки на лепесточки мы можем взять цветочек наш и вот так повернуть вот смотрим да и он опять у нас на цветочке лежит можем цветочек вот так повернуть протянуть дальше видите можем можем все что хотите можем очень легко и просто и интересно а можем по другому ну ладно давайте не будем теперь вот у нас какие-то листья получились ну просто непонятные можно вот так да нормально ниже их опустим вот так немножко цветочек наши не прикрывают можно даже так оставить а можно один листочек сделать повыше а один листочек сделать пониже что мы делаем смотрите берем стрелочку наводим какой мы листочек хотим повыше сделать ну хотим давайте вот этот вот мы щелкнули на нем мы можем потянуть за уголочек вот такой его сделать да как он нам нравится но тоже неплохо а цветочек как солнышко и тучки выглядает оттуда ну давайте так и оставим а вот внизу мне хочется их чтобы они были вместе а как мы можем сделать смотрите вот этот листок мы на него наводим щелкаем левой кнопкой мышь выделили переходим сюда кривизна на кривизну щелкаем смотрим точки у нас появились активные видите вот я здесь хочу подправить я здесь направляю точку щелкаем на нее левой кнопкой мыши и держу и подтягиваю вот сюда куда мне хочется подтянула и и отпустила и уаля отлично да но у нашего цветочка не виден стебелек вот он видите где вот смотрите я на него навела вот смотрите он у нас стал виден а давайте мы цветочек немножко повыше сделаем вместе с стебелечком щелкнем на стебелечек левой кнопкой удерживаем shift и на наш цветок и потянем вверх вверх потянем смотрите подправим так как нам нравится да смотрите отлично да нормально да теперь мы выделяем шип сгруппировать шип если мы не будем зажимать то смотрите без шифта что получается видите что получается да отменить мы выделяем shift зажимаем и тогда он у нас уменьшается и увеличивается пропорционально смотрите вот так мы его сгруппировали да и выровняем где он у нас где-то на боку а давайте мы его просто выровняем посерединке поставим как мы это сделаем а вот у нас менюшка есть сверху горизонтальное выделение то есть вот так посерединке мы поставим давим здесь опять работает левая кнопка мыши извиняюсь он стал посерединке теперь нужно нам вот здесь вот смотрите вот она кнопочка вертикальное выравнивание по центру щелкаем вот он стал теперь смотрите что мне не нравится мне не нравится все таки у него обводка черная это видите она хоть не очень заметная но она какая-то мне не нравится давайте мы ее обводку что сделаем выделили да заходим вот сюда щелкаем и обводки нет правильно но смотрите обводки нет наши листочки вот видите обводки нет листочки у нас стали одного цвета эти не очень и что у нас стебелек исчез стебелек мы можем сейчас цвет зеленый значит для чего на для что нам нужно сделать нам нужно его выделить цветок нашей левой кнопкой мыши навести вот на этот инструмент кривизны да взяли вот она активная у нас кривизна и щелкнули на лепесток этот стебелек да вот он стебелек и давайте ему цвет сделаем вот такой по темнее да или по желтее вот такой то но опять это у нас работала заливка вот сюда заходим опять левая кнопка мыши у нас работает раз перещелкнули но так как он у нас не виден всего у нас один пункт давайте увеличим смотрите до какой на толщины вот такая толщина пойдет хорошо уже видно 32 и опять заходим сюда и вот так мы делаем но прицепилась что мы делаем кто запомнил на клавишу п английскую все отсоединились выходим сюда выделение щелкаем по панели вот он ведь цвет появился теперь у нас вот этот листок мы его должны на передний план давайте попробуем сработает у нас или не сработает вот так левой кнопкой выделили выделили заходим в кривизну опять наводимся на этот листочек вот он он навелись он у нас выделился с правой кнопкой панель появилась развернулась и что монтаж на передний план о сработало смотрите передний план у нас всегда какой бывает посветлее давайте о потемнее тоже красиво да может с этой стороны потемнее оттуда солнышко падает вот так мы оставим да нормально ну что давайте травку нарисуем и на этом закончим как мы нарисуем травку масса разных способов ну давайте мне нравится вот такой значит берем левую кнопку мыши щелкаем на то что мы хотели взять на элипсе щелкнули вот у нас активный элипс и мы не зажимая никакую клавишу левой кнопкой мыши приставили точку на нашу смотрите видите я тяну хочу хочу сюда хочу туда не бросая левую кнопку мыши и бросили вот у нас появилась трава ну траву мы каким сделаем давайте сделаем чуть вот такой ну сейчас посмотрим как будет получиться все выделение выходим инструмент выделение щелкнули на панель щелкнули теперь выходим опять вот она кривизна левой кнопкой щелк работает у нас кривизна и на нашу траву смотрите вот у нас 4 точки но этого мало если я вот возьму одну точку вот я их буду вот так тянуть а я хочу чтобы у меня больше точек было и вот еще добавила точку и вот еще точку где я хочу добавлю теперь смотрите что я делаю между точками беру и вот так вытягиваем видите смотрите вот у нас такая трава а здесь мы подправим берем левой кнопкой мыши наводим зажимаем и таскаем туда куда нам нравится понятно все понятно так как вам нравится так вы и делаете насколько хватит у вас фантазии ну вот и все вот с такой травы у нас вырос такой голубенький цветочек но смотрите все это мы сейчас сохранить никак не можем по той причине что нам нужно все это разобрать что мы делаем травинку что то никак мне не нравится вот вот хочу вот так я травинку цветочками все пойдет можно до бесконечности здесь что то придумывает смотрите теперь вот это все нам нужно разобрать мы берем левая кнопка мыши наводимся на уголочке на кнопку нажимаем и потянули нам нужно выделить весь наш рисунок выделили и бросили кнопку он видите что выделенный получился теперь заходим объект на панели объект нашли вот смотрите еще раз чтобы разобрать нам нашу наш рисунок стрелочкой наводимся если мы здесь наведемся вот видите навелись не все можем выделить поэтому мы с этого угла можем с этого угла если вам нравится кто левша правша какая разница но смотрите мне с этой стороны удобно здесь значит наводим стрелочку кнопочку нажимаем левую и не не отбрасываем тянем 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 дотянули видите получился у нас такой квадрат и отбрасываем все наша работа выделилась теперь мы отбросили мышку свободно наводим на панели вверху объект навели объект левой кнопкой щелкнули появилась менюшка ищем так разобрать разобрать так а теперь еще раз точно так на левой кнопкой вытягиваем и все выделили и опять объект заходим контур преобразовать обводку в кривые отлично теперь что мы дальше делаем переходим в панель вот эта панель обработка контуров смотрите виде выделен весь наш рисунок заходим и есть у нас объединить петель объединили все вуаля красота среди бегущих первых нет отстающих все мы нарисовали иллюстрацию всем пока до в и и и в